Вслед за турецкими военными, которые высмеяли действия путинских военных в попытке разместить решетчатые курятники поверх башен своих танков, в надежде защитить их от турецких беспилотников Bayraktar стоящих на вооружении Украины, военные Польши высмеяли российские системы ПВО. В Польше рассказали об игнорировании России и холодного душа на панцире. Цитирую, российские генералы игнорируют холодный душ на зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирс-1» и другие системы противовоздушной обороны ПВО из израильских баражирующих боеприпасов «Хороб» и турецких беспилотников Bayraktar TB2. Российский «Панцирс-1» фактически не способен уничтожать беспилотники с небольшой эффективной площадью рассеяния на дальности применения ими ракетного вооружения. Дальность обнаружения таких объектов оказывается меньше минимальной дальности ракет, входящих в зенитно-ракетный комплекс россиян. Другими проблемами «Панцири» называются его неспособность действовать против низколетящих маневрирующих ракет, например, израильских «Делайла» и французских «Стормшедоу», также упоминается и невысокая точность российского «Панцирс-1». Поляки уверены, что российская промышленность в состоянии решить данные недостатки. Но, из-за недостаточного финансирования и тотального вороства на всех уровнях, а также скрепы КРЖ, для них это становится непосильной задачей. И это значит, как бы кремлевская пропаганда не хвалила данный металлолом российского производства, металлоломом он и останется. И это просто замечательно. А если еще к этому добавить стыренные парашюты и проданная налево специальная зимняя солярка для путинских танков. Вообще конфетка получается.